Меня зовут Вадим, я разработчик, работаю в компании дубайской, которая называется Happy Travel. Компания такая достаточно молодая, практически стартап, и поэтому, хотя мы следим за качеством кода, мы можем там применять какие-то техники, которые там в кровавом интерпрайсе, 10-летнем, может быть, было бы сложнее применить. У меня связанный с этим есть хороший и плохой опыт. Хорошим хотелось бы поделиться. Достаточно на самом деле малой информации, но такая, на мой взгляд, полезная для тех, кто либо вообще никогда не сталкивался с функциональным программированием, либо хочет там какие-то себе практические штуки оттуда взять. Перед тем, как начну, хотел бы спросить, кто пишет и знает F-sharp, либо какой-то другой функциональный язык. Ух ты, 4 человека. Хорошо. У нас будет несколько строчек на F-sharp. Если что, у них спросим. О чем доклад будет? Доклад будет о том, как на C-sharp что-то делать, что-то брать из того, что есть хорошего в F-sharp. То есть что может быть, что мы можем взять из функциональных языков, чем это может быть нам полезно и, ну, главное, чем это может быть практически нам полезно. То есть меньше ошибок, быстрее разработка, понятнее код и так далее. Какой-то общий план здесь. То есть о том, что такое функциональные языки, что мы оттуда можем взять при помощи отдельных там пакетов. Я не буду рассказывать о том, что есть в самом C-sharp. Это вы, наверное, знаете. Больше мы сосредоточимся на том, какие есть пакеты и что можно оттуда брать. Кто считает вообще, что C-sharp функциональный язык? Поднимите руки. Нет, никто. На самом деле уже многие начинают считать, говорят, что вот C-sharp становится больше функциональным. Но мне кажется, что C-sharp — это, прежде всего, практический язык, универсальный. То есть на нем можно писать очень высокопроизводительный код с использованием интринсиков, специальных инструкций процессора. Можно писать очень высокоуровневый код, использовать там функциональное программирование, OOP, аспектно-ориентированное программирование. И поэтому мы не можем сказать, что в C-sharp идиоматически прям хорошо ложится функциональное программирование, но в какие-то моменты мы оттуда можем взять. Что хорошего вообще хотелось бы взять? То, что в F-sharp, например, очень сложно поймать new reference exception, сложно там, часто бывает сложнее написать код неправильно, он там не скомпилится. Типы сильнее, чем в C-sharp. И многопоточность уже из коробки там хорошо работает, из-за того, что нет стейта. Что в C-sharp есть? На самом деле, если кто следил за развитием языков, из F-sharp очень много чего позаимствовано в F-sharp, ой, из F-sharp в C-sharp. Не только функционального, но вообще много интересного. И, наверное, практически все новое, что в последнее время мы видим, каким-то образом сделано под вдохновлением, либо там скопировано, может быть, не знаю точно, из F-sharp. Я не буду рассказывать о том, что в самом F-sharp есть. Хотелось бы рассказать о том, что есть в дополнениях и как это может на каком-то конкретном сценарии, выдуманном, помочь написать какой-то код более понятный, более читаемый, более близкий к предметной области. Какие вообще есть либо основные, такие, наверное, самые популярные? Это ланго-чекст. Там больше всего звезд на GitHub. Очень популярная, достаточно близка и диаматична к функциональному программированию. Код на C-sharp становится чем-то похож на код на F-sharp. Но, если честно, немного ломает мозг. И там очень много всего. Насколько на практике применимо, я сказать не могу, не пользовался. У нас в основном используются C-sharp functional extensions. Написано Владимиром Хориковым. Такая библиотека, в ней достаточно мало всего, но практически все нужное и все понятное. Все понятно, как работает и как с этим быть практически интуитивно. Ну и две другие. MoLink — это больше про линку. И Reactive UI — это про реактивное программирование, которое можно тоже связать с функциональным. Больше там для интерфейсов для веба, там, десктопа, WPF и так далее. В докладе в основном про C-sharp functional extensions. Доклад будет строиться так, что есть какой-то код, какой-то, может быть, не очень хороший. Мы будем его постепенно избавляться от его проблем, проблем, которые там мне кажутся проблемами, и постепенно его делать более понятным. Как выглядит предмет на области. Есть у нас пользователь, который обращается к веб-интерфейсу, устройство мобильное или еще что-то. И внутри сервера есть логика. Вот из этих четырех пунктов. Создается компания, то есть пользователь говорит, я из такой-то компании, говорит, меня зовут так, то у меня email такой-то. Создается пользователь, собирается на него так называемое досье, то есть из какой-то внешней системы, может быть, там, из социальных сетей и так далее. Каким-то внешним сервисом собирается неструктурированная информация, записывается рядом с пользователем, ну и пишем лог, что в любом случае у нас пользователь зарегистрирован, не зарегистрирован, удалось, не удалось. Как это может выглядеть? Ну сейчас будут такие достаточно простые, даже наивные имплементации. Может быть, это может выглядеть как контроллер, который принимает там какую-то модельку, в которой вся эта информация есть, получает identity из какого-то внешнего сервиса, может там из JVT, либо еще что-то. И вызывает в registration service метод регистр-юзер. Здесь такая очень наивная имплементация. Всем видно? Если не видно, пододвигайтесь поближе, потому что очень много кода будет в докладе. Очень наивная внизу имплементация. Создается компания, создается юзер, по нему собирается досье, и по нему записывается в репозиторий. Кто какие проблемы видит в этом коде? Так, длинные названия. Окей. Так, если нуло, нету проверки. Еще? Исключения никак не обрабатываются. А? Неатамарно. Окей. Еще? А, комментариев. Ну это ладно. Без комментариев. Ага. Ну, на самом деле, это куча проблем. Это очень наивная имплементация. Какой-нибудь самый, наверное, джун может надеяться, что этот код будет всегда работать хорошо. Ничего не возвращает. Нет, контроллер возвращает, окей. Но нормально, ничего страшного. В общем, много проблем. Я хочу сконцентрироваться на нескольких и попробовать их порешать при помощи функциональных расширений. Ну, в первую очередь, да, действительно, как справедливо заметили, нет никакой валидации. И вот здесь вот видите, вот эта вот модель, которая приходит из контроллера. Это просто там десерилизованный JSON. Она там сразу попадает в репозиторий, который там по идее по DDD не должен иметь логики, должен быть какой-то тонкой оберткой. И как-то не очень хорошо получается. Нарушение абстракции. Поэтому код может дальше выглядеть вот так. То есть он не будет становиться идеальным, но, возможно, в каких-то аспектах он будет становиться лучше. Мы передадим, мы уберем там протекание абстракции, создаем там фактори, которые внутри себя валидируют. Что-то еще делает. Мы передаем туда простые типы данных. Абстракция не протекает. Внутри фактори есть какая-то валидация. Мы предполагаем, что где-то вот здесь вот, если произойдет исключение, будет обработано. Здесь тоже. Еще немного добавим. Представим, что у нас принято в компании делать так, что мы бросаем какие-то доменные исключения, которые platform.exception. Это не какой-то там system.exception. Это мы придумали, проект добавили. И где-то здесь, соответственно, ну, немного функций вынесли. Если какое-то там исключение происходит, мы должны записать его в лог, должны там отправить письмо админу. там выбросить дальше и в любом случае написать в аудит лог. Уже код, в принципе, я часто видел такой код. Он уже какой-то такой, более близок к продакшену. Но, тем не менее, у него есть тоже какие-то проблемы, к которым дальше мы пойдем. Ну, и как может выглядеть вот этот вот фактори, который создает там юзера. Тоже в таком же виде, в таком же стиле. Если там юзер уже есть, я пропустил метод, если там какие-то поля невалидные, почта там неправильная, то мы выбрасываем исключения в надежде, точнее, по договоренности о том, что мы наверху его перехватим. Если все окей, то мы возвращаем новое. Какие здесь есть проблемы, кроме нехватки валидации, на ваш взгляд? Вообще в этом подходе какие-нибудь проблемы видите? Нет. Много аргументов. Ага. Ну, вот здесь вот. Лучше там сложный. Ты читал, да? Так, да, хорошо. Вот здесь вот можно было передать там какую-то DTO-шку, чтобы не было много аргументов, чтобы нельзя было перепутать. Окей, согласен. Еще что? Тяжело. Тяжело, в общем, да. Давай. О, наконец. Сколько? Сколько секунд прошло, прежде чем вы нашли вот эту штуку? То есть, да, на самом деле, кроме вообще самих проблем, то, что, в принципе, код такой не продакшеновый, здесь очень тупая ошибка, которая вот связана с тем, что у нас там не передается сложный объект, что у нас везде стринги и так далее. Как это решается в F-Sharp? В F-Sharp вводятся примитивные типы, то есть можно вместо стринга передавать тип email, передавать тип first name, last name и identity. и как это реализовано в F-Sharp. Вот, собственно, все. Очень здорово, но у нас C-Sharp, поэтому, поэтому извините, но у нас есть какой-то типовой, который, конечно, немного пошире, имеет смысл. Есть типовая реализация value-обжекта из DDD, которая там в себе содержит уже какой-то набор операций предопределенных, которые можно наследоваться, и которых есть логика общая для каких-то value-обжектов, то есть объектов, которые идентифицируют себя только тем, что в них есть. email в этом плане хороший кандидат. Если мы заведем у себя email, который будет value-обжектом унаследованным, который внутри будет содержать email унаследованным от string, ой, извините, от string нельзя наследоваться, в общем, содержащим в себе string, то у нас ошибку будет найти гораздо проще. Вот уже одна секунда требуется, даже может быть 0,15 секунд, чтобы найти ошибку. Окей. Еще дальше. Что еще не очень? Вот здесь можно передать дтошку какую-то. Ну, здесь с одной стороны хорошо, если мы передадим сложный объект, с другой стороны у нас код и так уже достаточно вырос при какой-то маленькой очень логике, что еще мы будем где-то конвертировать в отдельную дтошку, чтобы потом еще эту дтошку сконвертировать в domain object, это может быть каким-то overhead. Поэтому давайте на время представим, что четыре параметра — это ок. Какие еще проблемы? Да, в этом плане правильно. Здесь уже логических ошибок вроде бы нет. Макс? Да, согласен. Ну, давайте отложим. У меня нет решения. Ну, по крайней мере, в этой презентации насчет этого. Ну и не так уж. Ну да, вообще-то вероятность есть, но тем не менее. На мой взгляд, здесь есть две проблемы. Вот кто скажет, что возвращает get user by identity? Вар написано. Ну ладно, ничего страшного. Мы в интерфейс можем заглянуть. Кто, откуда вы знаете, вернет он на вы или нет? Есть там какая-нибудь информация? Ну, я с какими подходами сталкивался? Можно там, как в C-шарпе, в восьмом, там вопросик, тогда тебя компилятор заставит проверить. Хороший, да, путь. Но со своими недостатками. Я встречался с тем, что, например, здесь find user by identity, и все программисты должны помнить, что если find, значит, тебе могут null вернуть. Если get, значит, точно не вернут null. Но, в общем случае, это конвенция. Они, их достаточно легко нарушить и сложно отслеживать. Поэтому C-шарп functional extensions предлагает такой тип, как maybe. Монада maybe для тех, кто писал на функциональных языках. Наверное, всем знакомо. По сути, это простая структура, которая внутри обертка содержит в себе само значение и пустое оно или нет. Плюсы мы переведем позже. Пока просто maybe. И большой такой очевидный плюс, что когда мы смотрим на этот интерфейс, нам не нужно, во-первых, сюда заглядывать, функцию заходить, искать подфункции и так далее. Вернет ли он мне когда-нибудь null. Не нужно там проверять, если не вернет. Если мы говорим, что у нас есть контракт, может вернуть null, значит мы пишем maybe всегда. Если мы никогда не вернем null, мы не пишем maybe. Вот, собственно, все. Можно, не заходя в реализацию, просто по интерфейсу понять. И код становится таким образом более читаемый. Ну, по сравнению с C-шарпом восьмым, можно, когда у нас здесь стал maybe, мы пишем просто existing user, has value вместо null. Мы не можем просто взять и проигнорировать этот maybe. Достаточно сложно. И как это может выглядеть? Да, это выглядит теперь так. Что еще? Exception. Никого не смущает то, что мы, по сути, в бизнес-логике exception выбрасываем. Здесь разные, на самом деле, есть подходы. Есть те, кто считает, что окей, нормально, в том плане, что код становится чище. Кто-то считает, что не очень. Но есть две все-таки объективные проблемы, которые связаны с exception. Первая — это то, что нам приходится сверху знать, где-то наверху, где мы будем обрабатывать, где внутри, через кучу, там, может быть, каких-то методов, какой может выйти exception. Это первая проблема объективная. И вторая, что exception, если кто был на предыдущем этапе, это достаточно дорого. Поэтому для управления flow тоже может не очень подойти. Что предлагает для этого, что мы можем сделать для этого при помощи sharp functional extensions? Здесь еще одна монада, только называется result. Достаточно простая, тоже очень простая. Это просто структура, которая содержит в себе значение как результат выполнения функции, в котором есть isFailure, isSuccess и Error, если есть какое-то значение. Как начинает выглядеть код после этого? Код у нас начинает выглядеть так. Мы здесь не выбрасываем исключения. Во-первых. Во-вторых, мы в контракте явно говорим, что этот код может выполниться неправильно. Но возникают у нас новые проблемы. Во-первых, у нас там сигнатура стала большая. Во-вторых, какие-то страшные штуки мы пишем. Как с этим бороться немного дальше? Но мы избавились от одной большой проблемы. Мы перестали выбрасывать исключения, перестали на это тратить время. Так трейсы разматывать и так далее. Кто-то скажет, что эта штука очень похожа на Go. Вот, выглядываю. Но на самом деле есть большое отличие в том, что в Go всегда возвращается из всех методов. Значение ошибка, значение exception. Можешь обработать, не можешь. Здесь мы, глядя только на интерфейс, можем понять, может ли этот метод выбросить нам какую-то ошибку из тех, которые мы можем обработать, должны обработать. Если у нас result, значит мы наверху должны его обработать. Если у нас просто юзер, как, например, вот здесь, то мы знаем, что если там что-то будет, то это будет что-то необработанное, и нам обрабатывать это не нужно. Ну, при этом есть антипаттерн для использования result, то есть result нужно использовать для каких-то доменных и каких-то предсказуемых ошибок, там, валидации и так далее. Если мы, например, на все операции, там, обработки с базой данных, обращения еще к чему-то, там, ловим исключение и возвращаем result, то мы, во-первых, от исключения не избавляемся, во-вторых, неправильно используем result, он не для этого нужен. Result нужен для того, чтобы возвратить ошибку, которая нами была обработана, и мы знаем, что с ней делать. Нормально, не быстро рассказываю, все понятно. Как начинает выглядеть код сервиса регистрации после этого? Мягко говоря, начинает выглядеть не очень, как мне кажется. То есть мы создаем компанию, мы знаем, что она может нам вернуть плохой result, поэтому мы проверяем result, пишем ошибку, возвращаем. Здесь немножко там может быть получше. Используется deconstruction фича из C-Sharp 7. Тоже мы создаем юзера. Если что-то не так, сразу возвращаем. Ну и дальше мы здесь считаем, так как нам не возвращается result, что все у нас будет всегда окей. Ну и там ниже где-то локальная функция. Какие проблемы у, ну кроме тех, что я назвал, у вот такого кода? Чем он плохой? Много ифов. Непонятно, да, откуда вернется. Какой-то флоу непонятный. Ну да, вот несколько точек выхода в ответ, что result им компанию. Здесь просто мы можем result с типом сконвертировать автоматически в обычный result. А здесь у нас он уже deconstruction сделан, поэтому нам приходится новый генерить. Да, большая проблема, что код на самом деле стал длиннее, он стал менее понятным, хотя таким более декоративным, более таким, с одной стороны предсказуемым, с другой стороны более императивным, я хотел сказать, более непонятным. Ну и здесь вступает в силу то, для чего на самом деле эти монады, и это все больше всего нужно, кроме там контрактов. Это, конечно, хорошо, но самое классное, что у них есть, это то, что их можно чейнить. А чейнить их можно для того, чтобы писать в Railway Oriented Programming, то есть в железнодорожное программирование, когда идет какая-то вот такая вот функция, и при какой-то ошибке вот сверху правильный путь выполнения, снизу неправильный. При какой-то ошибке сразу все прерывается, идет на обработку ошибки. Очень похоже на exception handling, но без exception, так как у нас там в F-sharp, например, не очень принято. Вот здесь может быть более понятная схема, и как, ну, немножко другой flow, ну, как это выглядит в F-sharp. Все понимают, что здесь происходит. То есть даже не зная языка, многие не знают F-sharp, очень здорово, понятно, что здесь написано. Там программист немножко нахачивал, но в итоге получилось прикольно. Что мы можем сделать похожего в C-sharp? У нас, слава богу, в C-sharp есть методы расширения, которые на результатах могут выполняться. Там их очень много для разных параметров, синхронные, асинхронные. Но суть их в том, что если результат, который мы туда передали, упал, то мы возвращаем его сразу. Если нет, то мы выполняем функцию, которая идет дальше него. Достаточно просто, и таким образом можно сравнить вот C-sharp, F-sharp, писать какой-то такой код. Вот. Он, в принципе, уже лучше, чем тот, что был, потому что здесь нету нескольких выходов if и так далее. И, в принципе, он легче читается. То есть можно сказать, что в случае, если все окей, создаем компанию, если все окей, создаем юзера, если что-то упало, пишем log и в любом случае пишем в audit log. Мы записываем туда и успешные, и неуспешные операции. Ну, тоже еще далеко от идеала. Но благодаря тому, что в C-sharp много такого сахарка синтексического, мы можем превратить это в что-то такое. Здесь, если кому-то непонятно, используется локальная функция, в которой уже какая-то сама логика императивная происходит. Здесь вот эти вот штуки заменяются на метод group, то есть можно просто название функции указать. И таким образом у нас код уже постепенно незаметно для нас превратился в такой, который может прочитать уже обычный человек, похожий, в принципе, на F-sharp-овский код. В чем-то даже может быть, ну, в чем тот пример, может быть даже более выразительный. Вот здесь вот эта вот линия проходит. Все, что наверху, может прочитать обычный человек. Все, что внизу, это локальные функции, это то, что нужно там программисту, как все работает, если кому-то интересно, он туда заглядывает. Вот для примера, как выглядел flow на первом рисунке, как выглядит код. Кто считает, что похоже? Никто. Ну ладно, один считает, что похоже, очень хорошо. Мне кажется, очень похоже. Я даже на жене своей тестировал, которая очень далека от программирования. Она мне рассказала, что здесь происходит. Да, да. Такие возможности на самом деле есть, потому что в F-sharp можно написать на русском, метод расширения написать на русском, функции тоже на русском, параметров нет. Вот обратите внимание, что мне очень нравится, что нету, вот на самом деле, простой, если там ПО, который без опыта программирования, он смотрит на вот это, вот это вот для него мусор, вот это вот тоже мусор. Асинг, там стрелочки, что такое, это мусор тоже. И благодаря там сахару в C-sharp, который есть, мы этот мусор по максимуму убираем, и он может читать это как предложение, какое-то там flow, описание на человеческом языке. Можно на русском, да, для желающих, патриотов тоже. Ну придется переписать вот эти вот, onSuccess и так далее. А они есть в библиотеке уже готовые под все случаи. Вот, да, есть, помните, у нас был factory, который валидирует и там выбрасывает exception. Он тоже может выглядеть очень хорошо, там кроме onSuccess и так далее, есть еще куча методов расширения. И тоже, в принципе, onSure проверить, что юзер уникальный и ошибка. Ну понятно, что она там локализована и так далее, но сути не меняет. То же самое. Здесь тестировщик или еще кто-то может просто проверить, что логически все правильно, а программист, которому уже нужно спуститься на уровень абстракции ниже, смотрит там на локальные функции, которые ниже расположены. Мне на самом деле очень нравится такой подход, и мне кажется, достаточно понятно. Кроме тех вот методов, которые есть, onSure, map и так далее, есть еще там много, map with transaction, я не стал затрагивать, вот справедливо сказали, что нет отката. Можно все это сделать в одной транзакции. Будет выглядеть примерно так же, просто немножко будет на елочку похоже. Можно компенсировать результаты, то есть была ошибка, можно как-то ее скомпенсировать, скомбинировать несколько результатов. Все это сделано через методы расширения, которые хорошо ченятся друг с другом и выполняются как последовательность действий, без всяких хифов, реторнов и так далее. Но за все надо платить, поэтому в C-sharp, который идиоматически не очень функциональный, иногда в начале вот эти вот методы в интерфейсах выглядят достаточно длинными, непонятными, почему так, не вся бизнес-логика в это ложится и локальные функции начинают там что-то странное возвращать, то есть код на верхнем уровне все еще классный, понятный и читаемый, но в локальных функциях там какой-то трэш начинает твориться. Из-за магии с extension методами, там stack trace и какие-то непонятные штуки. Ну и с первого раза это не работает. Нормально, таким образом адекватно писать код получается там через один, через два дня, то есть сразу нужно какое-то время научиться. Ну и, наверное, заметили, что есть кое-какие минусы в производительности. Первое — это то, что у нас вызывается метод расширения ensure. Он, конечно, у нас там по таскам все хорошо, вейтит, даже там правильный вейтит, но по сравнению с тем методом, который там был в начале, он эвейтит еще там несколько раз в каких-то функциях. Это все дополнительные шаги в state-машине, в которой async-авейт state-машина. Они хоть и не очень дорого стоят, но чего-то стоят. И какие-то несколько методов, которые вызываются. Это stack, это вызов методов. Если там какая-то операция должна быть супер-высокопроизводительной, то, конечно, с этим тоже есть небольшие проблемы. Ну и вот эти вот локальные функции, которые у нас используются, user is unique, например, если заметили, они захватывают отсюда переменную. У нас здесь локальная функция. Для этого создается там анонимный класс, closure. Это все нагрузка на gc. И тоже, в принципе, не бесплатно. Поэтому есть с этим небольшие проблемы с производительностью. Я решил померить, какие конкретно. И получилось, ну, вначале такой самый простой вариант. Три функции. Первая выбрасывает исключения. Вторая не выбрасывает исключений. Третья отдает результат. Fake async logic содержит все просто там. Task, completed task. То есть ничего не содержит. Это сделано для того, чтобы меньше всего там различия какими-то штуками другими обуславливалось. Здесь, как видно на графике, исключение просто вообще в чемпионах на несколько порядков работает медленнее, чем все остальное. С результатом у нас есть какой-то overhead. Хоть здесь нет вот этих вот closure и так далее. Он все равно в несколько раз медленнее, чем без exception. То есть для путей, когда предполагается что-то неправильное, withResult работает во много раз быстрее, чем пробрасывание exception какого-то. Ну, естественно, немного медленнее, чем просто вызов метода. Что происходит, когда у нас есть чейны вот этих вот onSuccess, onSuccess. Вот здесь у нас четыре там вызова метода окей и такие же аналогичные методы с резалтом. Здесь из-за того, что, опять же, вот это вот прыжки между методами, какие-то, может быть, еще штуки. Кложек здесь, по-моему, нету, но, тем не менее, все это тоже стоит денег и уже чувствуется, что намного медленнее, но, тем не менее, на один порядок. В то же время с exception, с одним exception, который здесь возникает, вот здесь вот в конце, это все прям на несколько порядков и все равно в чемпионах. То есть это не бесплатно, но в каких-то случаях не очень дорого. Как вообще в целом можно оценить то, что у нас получилось из первоначального кода? Первоначальный код был понятный, ну, более-менее, если отбросить какой-то мусор, но он был очень наивный. Мы его сделали более информативным, обработали ошибки, сделали его менее наивным, но при этом оставили читаемым. У нас остались контракты, все работает быстрее, чем исключение. Но надо понимать, что на самом деле логика не стала функциональной. Мы просто взяли какие-то функциональные приколюхи из функциональных языков, но мы не написали прям функционально, потому что мы не использовали там чистые функции. У нас там сохраняется через функцию что-то в базу данных и так далее. Поэтому нельзя назвать такой подход прям 100% чистым функциональным. Можно сказать, что что-то взяли из функциональных языков, что может помочь нам старым добрым императивным C-шарпе. Вот, наверное, все. Спасибо. Спасибо, Вадим. Так, вопросы, вопросы, вопросы. Так, у меня вопрос. Вот там ты… Я записал номер слайда, но мне лень смотреть. Говорил про то, что обычному человеку проще читать, а дальше сказал в минусах, что код-то на самом деле стал сложнее. У меня в связи с этим два вопроса. Первое. Зачем обычному человеку лезть в код? И второе. Так ли хорош тот плюс при таком минусе, что ты просто сложность чуть-чуть пересыпал, у тебя здесь эта кучка сложностей больше стала, а здесь ее меньше. На самом деле, прежде чем отвечать, я скажу, что работал с Тимуром. Тимур, продукт-тоунеры и тестировщики у тебя читают код. Тестировщики я не знаю, но продукт-тоунер точно читает. Продукт-тоунер не должен лезть код. Ну, а теперь может. Ну, ладно, допустим. То есть может он логику… Есть вот бизнес-логика, которую ты как программист не очень хорошо понимаешь. А продукт-тоунер и тот, кто варится в предметной области, если он видит что-то понятное, то он может в принципе логическую ошибку. Он скажет, блин, нам здесь не нужно на самом деле компанию создавать, она должна быть там на другом. Или мы вот тут мыло проверяем, но не проверяем там, например, last name и так далее. Какие-то высокоуровневые логические штуки, бизнесовые, предметные, он может проверить. Может потому и не смотрит код, что его сложно. А его начинает… Какой собачий, ты посмотри, как работает. Зачем ты код смотришь? Стоит оно того, что усложняется написание кода для программиста? На самом деле немного усложняется, но это компенсируется тем, что код становится писать приятнее. Это на самом деле супер большой плюс. У нас в команде несколько человек, бэкендеров. Кто-то пишет в таком стиле, кто-то нет, но постепенно народ пересаживается, начинает тоже в таком стиле писать, потому что это очень классно. Ты смотришь, и тебе просто радость берет. Блин, какой же классный код я написал. У тебя там в локальной функции какая-то императивщина, какая-то непонятная штука, а наверху все здорово. Абстракция, классно. Поэтому да. Ну, это, конечно, решает каждый для себя сам. Мы для себя решили, что для нас перевешивает, для нас лучше, чуть-чуть сложнее, но приятнее, понятнее. Спасибо. Так, Антон. Во-первых, спасибо за доклад. Реально интересно. Мне кажется, это такое самое юзер-френдли введение в такое, ближе к FP. Но небольшой вопросик. Получается как? Если мы работаем в чисто каких уже более функциональных языках, у нас мы доверяем тому, что у нас там возвращается значение, либо там, соответственно, условно, monadon maybe, либо там может быть null, может быть значение. Но ведь, блин, если я ничего не путаю, я же здесь могу условно сделать, условно наговнокодить и сделать ретурн null. То есть мне все равно придется проверять, и я не могу, ну как бы, смотря на это в интерфейсе, я не могу этому полностью доверять, потому что компилятор это за меня не проверит. Может, там какие-нибудь есть расширения, которые и компилирование делают, чтобы там проект там хотя бы в ординге выдавал или не компилировался. Очень классный вопрос на самом деле. Да, действительно, можно… Ну, у нас не функциональный язык, и никто не запретит возвращать null. Я могу сказать, как у нас это решается. У нас просто всегда проходит достаточно хороший, качественный ревью. Если мы видим ретурн null, то сразу бьем по рукам. Вот и весь секрет. Окей. Так, дальше. Мы никогда у себя просто не возвращаем null. Я бы тоже хотел сказать спасибо. Это очень интересный доклад был. Я обязательно это попробую применить, возможно, сегодня вечером в домашнем проекте. Вопрос у меня скорее риторический. Если, ну, ты знаком с Node.js и с JavaScript и так далее, скорее всего. В общем, вот там код, который написан на слайде, как раз таки правильно слайд открыт, вот этот вот. Нет, это правильно. Такая ситуация называется callback hell. Нет, не совсем. И там как раз таки, ну, там вместо success, там типа then, вместо failure, там типа catch, бла-бла-бла, ну, типа promise, да. И там вместо этого предлагается использовать осинка wait. То есть они предлагают уйти обратно, вот от этого уйти обратно к осинка wait. При условии, что, конечно, у тебя продуктонер не читает код. И как правильно заметил Тимур, что это обычный человек, а мы вроде тут супермена. Спасибо. Да, на самом деле, если бы просто для человека, то так бы, конечно, не хотелось писать, но самому так прикольно, поэтому мы пишем. На самом деле про callback hell это немножко другое. Там, конечно, очень похоже эта штука на то, что здесь визуально. То же самое можно привести там пример task, continue with, вот это вот все. Только там, по-моему, лесенка выстраивается. Ну, в C-Sharp лесенка, в JavaScript не знаю. Но суть здесь немного в другом. Тут суть в том, что здесь уже контракты, в отличие от JavaScript есть, которые могут, ведут тебя по железной дороге, которая всегда пойдет правильно. Но JS, ну, кстати, да, наверное, я некомпетентен, не могу сказать. Прямо вот точно так же, то же самое. И почему тогда это считается плохим? А, да, проблема, если это выглядит… Да, если в JavaScript это выглядит как в тасках, то это выглядит очень плохо, во-первых, потому что у тебя там лесенка, это плохо читается, у тебя там куча замыканий, и, в принципе, это выглядит очень неэстетично. Ну, в C-Sharp, по крайней мере, тас, continue with, вот это вот все достаточно плохо выглядит и еще при этом работает на исключениях. Здесь у нас работает на контрактах result, на расширяющих методах, во-первых. Во-вторых, нет никакой елочки. Елочка у нас есть только для map with transaction. То есть если вот здесь была бы транзакция, это все бы туда попало в елочку. И вместо этого у нас вместо елочки, вместо каких-то вложенностей внутренних, каких-то замыканий ненужных, у нас здесь происходит практически прямой перенос бизнес-логики последовательного списка на код. Вот. Я считаю в этом отличие. Может быть, я не прав. Да, вот pipeline, как говорят, завезли. Может быть, то же самое. Так, дальше. Спасибо за доклад. Привет. Вот ты упомянул, что упомянул просто так чистые функции. Но по факту у тебя получилась большая функция с кучей маленьких локальных функций, которые причем работают через замыкание, ну, с каким-то текущим состоянием главной функции, назовем ее так. Вопрос. А как все это тестируешь? Вот. Не было бы логично вот эту вот, например, функцию createUser вынести в отдельный метод, который бы являлся, ну, более-менее чистым, допустим, он не работает с базой данных, которую можно было бы там через частичное выполнение, у нас же есть фанки, отсюда уже вызвать, и написать типа createUser, точка, bind, какая-нибудь перемена, а там уже вернется нормальная функция, которая работает с текущим пользователем. Ну, просто, короче, как это тестируется? А то мы получили большую функцию, которую, да, теоретически удобно расширять, но есть куча маленьких локальных функций, недоступных мне извне. Да, отвечу на то, как это тестируется. Ну, во-первых, все-таки есть такая беда у локальных функций, что их не протестируешь. Вторая беда, что они ориентированы на замыкание. Но на самом деле я здесь не зря ввел локальные функции и не зря вот это вот все, потому что когда ты используешь просто вот этот вот pipeline, когда создаешь компанию, он success, дальше вызываешь следующую функцию, то этот pipeline на самом деле на тебя накладывает некоторые ограничения. То есть если я здесь создал компанию и возвратил result company, то вот здесь вот следующая функция, чтобы она у меня вот так вот красиво без лишних там слов вставилась, мне нужно принять компанию. Дальше мне нужно, если у меня еще где-то здесь есть юзер, мне нужно вначале эту компанию еще где-то еще взять, возвратить tuple там с юзером, с компанией. В итоге получается такая очень странная функция. Ее легче тестировать, но уже не получается, во-первых, такой код простой, понятный, который передается мало параметров. И во-вторых, ну это самое главное, то есть не получается уже такой код написать. Можешь попробовать, на самом деле очень сложно. Я вначале пробовал делать вот эти функции чистыми, но возникает проблема. По поводу того, как тестировать. Тестируем вот эти вот все функции. Они на самом деле, даже если бы они, ну из жизни, например, даже если бы они были не локальными, а просто, они были бы у нас приватными, они у нас не относятся к интерфейсу. Мы пишем, ну у нас пишутся тесты на интерфейсы, на публичные методы. То есть мы просто публичное поведение, которое вот здесь вот мы тестируем, покрываем тестами. Если там какой-то комбинаторный взрыв, слишком много становится, значит у нас этот метод слишком сложный. Значит можно его упростить, сократить там, еще что-то сделать. Но главный подход такой, что мы тестируем только вот эту функцию, что происходит там. Мы не лезем в то, что происходит внутри локальных функций. Ну обычно есть. Я не могу сказать, что бизнес-аналитик у нас читает код, но фронтендер. Фронтендер у нас, ну во-первых, фронтендер читает и тестировщики читают, насколько я знаю. Ну что с нас взять? Мы молодая компания, у нас еще не все поставлено. Тоже читают? Ну вот, замечательно. У кого-то там тестировщики не читают. Еще вопрос. Что делать, если я захочу как-то по-разному обработать две разные ошибочные ситуации? Скорее всего. А как именно по-разному обработать? Можно пример какой-нибудь? Ну, допустим, если там у меня отвалилось на уровне создания, ну на шаге создания юзера, мне там отправить смс-ку. А если на уровне там создания, что там дальше идет шаг, то отправить письмо. Хороший вопрос. На самом деле в этом случае сложно опять же чейнить. Это как раз, наверное, пример такой какой-то сложной бизнес-логики. Ну, не сложной бизнес-логики, а бизнес-логики, которая хуже вложится в чейны. Ответь хочешь, да? Вот здесь есть специалист по F-Sharp, очень хороший, он ответит. В общем, просто усложняется ошибка. В F-Sharp у нас есть дискриминаризм юниона, то есть тип, в котором я точно определяю различные кейсы, которые существуют параллельно. И у меня будет кейс, который валится во время создания юзера и тот, который уже, в общем, потом. И, соответственно, внешний метод, который будет обрабатывать ошибку с него, он уже будет смотреть, какая ошибка пришла и соответствующим образом на нее реагировать. Да, я тоже сейчас... Спасибо. Это в F-Sharp. Все замечательно, классно. Я сейчас вспомнил, как это можно у нас сделать в C-Sharp. результат может возвращать, результат может возвращать не просто там результат и тип, можно у него задавать тип ошибки. То есть ты можешь выбрасывать какой-то определенный тип, там либо унаследованный от что-то, либо там код какой-то и по-разному в N-F-E-L-U-R обрабатывать. Да, спасибо, что дал мне время и подсказал. Здесь это тоже возможно. Есть еще вопрос. Я уже хотел сдаться. Дальше. Да. Самый главный вопрос, наверное, а в результате то у вас количество ошибок сократилось? Там какие-нибудь методами мерить, симметрики? Нет, нет. Мы слишком... Сонар куб там или инспекция какие-нибудь? Мы слишком молоды для этого. У нас... Ну, просто как раз бы можно сказать, что оправданно... Да, у нас тестов-то автоматических не хватает. В принципе. Нет, пока таких нету. Субъективно мне кажется, что стало меньше ошибок. Ну, мне так кажется, потому что мне больше нравится код писать. Точно я не могу сказать. Ну, в полурук вы еще стали там... Как вы это узнали? Субъективность? Это же у нас у программистов такая плохая метрика. Да, это все субъективно. К сожалению, статистики у нас нет. Поэтому прям доказательно не могу сказать. Можно попробовать прогнать там сонар кубом до внедрения, после внедрения. Можно. Еще у нас немного осложняется тем, что у нас такое программирование оно необязательно. То есть не все у нас это применяют. Можно не применять. То есть мы... У нас есть правило, что мы exception не бросаем, что null не бросаем, мы не возвращаем. А что именно вот в таком стиле писать, такого правила нет. Поэтому у нас немножко размазано и очень сложно в этом случае. Не, ну понятно. Ну, просто методы, которые подтвердили бы, да, это круто, и надо этого внедрять и придерживаться, они достаточно простые. Прогнать статическим анализатором там или еще как-то проанализировать там полреквесты. Стало меньше, например, таких-то глупых ошибок и все ок. Отличная мысль. Мы попробуем. Спасибо. Спасибо за аквар. А вот ты говоришь, не весь код написан в таком ключе, да? То есть часть кода так, часть так. Что делать, если, ну не если, а когда, я надеюсь, конечно, если к вам в команду придет новый человек и увидит, ну, типа, что вот это, да? То есть, ну, я не к тому, что это плохо, а часть кода так написана, насколько ему будет сложно вообще воткнуться, что происходит? И есть ли реально у вас такая ситуация, была ли? Да, такая ситуация была, потому что у нас там программисты, некоторые были наняты месяц назад, там полтора месяца назад. Они вот на это смотрят и по моим оценкам, чтобы въехать у них, как вот это вот работает и самим попробовать и более-менее нормально в таком стиле писать, уходит один-два дня. То есть это не какой-то там rocket science. То есть можно понять на самом деле. Не такая большая проблема. В том числе поэтому мы выбрали эту либо в том, что хоть может быть не так идиоматично, но зато легко осваивается достаточно. Есть вопрос еще. У меня есть, например. Поэтому я подожду. Вот когда отвечал, сказал, что вы не выбрасываете исключения. В смысле вообще не выбрасываете во всем проекте. Да, но мы сами не бросаем. Просто это как-то сурово. Даже в F-sharp мы для исключительных случаев используем исключения. Я не знал. Мы же не знали, что в F-sharp так делают. Мы думали, что нельзя и тоже у себя так. Просто. Ну, на самом деле, нигде не выбрасываем исключения, действительно. Потому что, ну, вот можешь привести пример, где обязательно надо выбросить исключения? Вот где вы выбрасываете? Не знаю, у тебя в сети завалилось еще что-то. Тут на самом деле исключение выбрасываем-то не мы. Исключение там выбрасывает HTTP клиент, который там в factory создан. И мы эти штуки не считаем проблемой, которую мы должны в результатах обрабатывать. Потому что это необработанный exception. Он должен там свалиться в лог, все уронить, написать там всем. Ну, то есть это такое исключение, когда что-то упало, все очень плохо, всех должны переполошить. А результаты у нас для тех исключений, которые мы можем обработать и знаем. Ну, еще exception у нас для этих, для багов. То есть аргумент exception у нас иногда там смотришь, что-то неправильно написал. Если выбросилось исключение, где оно не должно было, то это баг. Если могло там где-то на соединении, вот как раз наш HTTP клиент, то, ну, выбросилось, что делать. Но мы сами его не бросаем. Просто тогда в качестве реплики, в принципе, все начинающие F-sharpists, они в определенный момент пытаются сделать программу, которая не выбрасывается исключений. То есть это доходит до некоторого кротеска, и после этого появляется понимание, где нужны исключения, где надо базироваться на резалте, опшене и так далее. То есть у нас такого понимания, мы к такому пониманию еще не пришли. Может быть, придем. Хороший пример, когда исключение все-таки нужно, это, наверное, когда из потока читаешь, 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 и потом понял, ой, там хреново-то все, где-то в середине. Так, у меня был вопрос. Тринадцатый слайд. Что написано? А, ладно, уже, да, отмотал. Вот нельзя вот такие штуки просто написать в отдельном модуле, ну, не знаю, прям вот в отдельном проекте. Не-не-не, верни, вот сюда. Да, вот таких куча строк написать в отдельном проекте, а потом его подключить как зависимость и использовать. Не знаю, у меня не хватает, к сожалению, опыта не только в интеграции C-Sharp с F-Sharp, но и вообще во F-Sharp. Может быть, как раз Farhad ответит. Да, кстати, к Farhad обращайтесь, это реальный эксперт по F-Sharp. Не шутка. В принципе, можно. Для ДУ, в которых только один кейс, это именно оно, там просто будет имейл, тип у которого будет одно поле, там, и там один, если не ошибаюсь, подразумевает, что там tuple. То есть если вы его как-нибудь, ну, название дадите, то есть там value, двоеточие, string, будет там, не знаю, точка value и так далее. То есть в принципе можно сделать. Только нужно еще учитывать, что вот этот тип, он в данный момент не защищен от того, что туда засуну какую-нибудь фигню, типа нула и так далее. То есть для этого нужно еще сверху небольшую обертку на пилике и так далее. Если действительно нужно. Правила нет. Спасибо.